Дмитрий Ливанов выходит из команды экс-министра образования Андрея Фурсенко. Поэтому его всегда воспринимали как продолжателя политики предшественника, который ввел ЕГЭ и заложил основы баллонской системы обучения. По мнению многих экспертов, школьная реформа себя так и не оправдала. После смены министра камни полетели в сторону Ливанова. Я в принципе не сторонница ЕГЭ как единственного способа проверки знаний. Я считаю, что это в конечном итоге приводит, чтобы не сказать грубо, к отуплению, к замедленному развитию аудитории или к ее дезориентации. Нынешнее качество школьного образования не способствует тому, чтобы студенты приходили с серьезным гуманитарным багажом. Они гораздо меньше читают. Я обращаюсь к студентам первого курса с какими-то вопросами о тех книгах, которые прежде были известны школьникам. Они не знают этого. Они не знают многих сведений по истории. К спорным решениям министра образования Дмитрия Ливанова эксперты относят курс на сокращение числа российских высших учебных заведений. Был составлен перечень неэффективных вузов, которые нуждаются в реорганизации или вовсе должны быть ликвидированы. В Самаре в список попали несколько негосударственных учебных заведений, филиалов, а также Поволжская государственная социально-гуманитарная академия. Бывший педагогический университет, которая, однако, смогла оспорить нелицеприятный статус. У нас, к сожалению, сейчас наблюдается такая тенденция. У нас закрываются как бы неэффективные вузы. Что такое неэффективный вуз, по-моему, сказать толком никто не может. В начале этого года подконтрольное Ливаново министерство подготовило список из ста книг, которые должен просчитать каждый школьник. В соответствии с ним учащимся предстоит ознакомиться с мемуарами Деникина и изучить калмыцкий, казахский, азербайджанский и якутский эпосы. При этом произведения Александра Пушкина, Льва Толстого и Николая Некрасова в списке не значатся. В результате новая волна недовольства. Мы должны все-таки сохраняться и развивать свою русскую культуру. Соответственно, и список литературы должен содержать русских писателей. Видимо, составляли эксперты с таким академическим уклоном, которые, наверное, не имеют опыта работы с детьми в школе. И плохо себе представляют о том, как некоторые произведения будут читаться школьниками. И вот здесь вот немножечко, а может быть и множечко, здравый смысл потерян. На место Ливанова депутата Госдумы прочит Виктора Садовничева, ректора Московского государственного университета. Окончательное решение остается за главой российского правительства.